Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Владимир Аскенадзи вспоминал Откуда ни возьмись, вдруг появилась версия, что студенты могли уйти за границу Додуматься до такого мы, конечно, сами не могли никак Самый ближний путь оттуда до заграницы, вероятно, через полюс в Америку Добавьте еще горы с их бездорожьем, да непролазный снег, да 30-ти градусный мороз Тем не менее, перед отъездом на поиски в качестве руководителя группы Мне в порткоме института на полном серьезе заявили, чтобы я там внимательно посмотрел Нет ли каких улик, подтверждающих планы ухода за границу группы Дятлова через Северный полюс И если обнаружите какие-то детали, говорящие о их бегстве в Америку, то никому не болтать Когда я сообщил ребятам про побег в Америку, они долго хохотали Нансен годами готовился, чтобы покорить Северный полюс А наши якобы налегке решились через весь ледовитый океан махнуть К тому же без лыж, ведь все их лыжи были найдены у палатки Вот уровень мышления тогдашних партийных работников С логикой они не дружили Я с изумлением обнаружил, что и сегодня находятся такие, кто верит в версию побега за кордон Сергей Казанцев, дальний родственник Тибо Бриньоля, предполагает Возможно, Золотарев находился в группе для наблюдения за туристами Как бы они не сбежали за границу Поход этот – хороший повод уехать к границе и удрать В то время в турпоездках за рубеж всегда внедряли веселого открытого человека Именно с этой целью – наблюдать, чтобы не сбежали Да, так и было в советские годы Когда тургруппа советских граждан отправлялась за рубеж В ней обязательно был надзирающий от органов Но внутри страны Да к тому же в столь сложный поход Да и до границы тысячи километров Это несерьезно На всех, кто побывал на перевале, набрасывались с вопросами Ну, что там? Ребят убили? Там упала ракета? Расспросам не было конца А что отвечать? Знали не больше тех, кто спрашивал Аскенадзе вспоминает Властям тогда никто не верил Все понимали, что чиновники врут И когда мы вернулись с поисков в институт Нас разрывали на части Требовали информацию Мой друг, тоже студент УПИ Моисей Аксельрот, говорил Это была лавина Я ему говорю А ты бы испугался лавины? Он головой помотал Так вот и Дятлов бы не испугался Наина Иосифовна Ельцина Работала в те годы в проектном институте Вспоминает, что в городе все знали Об этой трагической истории Но это были только слухи Все, с кем она общалась тогда Никто ничего не знал На встречах с однокурсниками Обсуждали, что же случилось с туристами Но ни у кого никакой внятной информации не было Большинство слухов склонялись к версиям гостайны Самое популярное Ребята случайно оказались свидетелями Каких-то секретных военных испытаний Слухи выплеснулись за границы Свердловска Ольга Тимофеевна Губанова В том далеком 1959 году После окончания школы Работала на Каменск-Уральском радиозаводе Свердловщицей в механическом цехе Помню, по заводу поползли слухи О загадочной гибели на Северном Урале Свердловских студентов-туристов Девять человек И среди них наша землячка Зина Калмогорова Из деревни Покровка Что совсем неподалеку от Каменска Слухи пошелестели и утихли Татьяна, сестра Игоря Дятлова О ситуации в Первоуральске Ажиотаж был страшный Город маленький И это воспринялось как невероятные силы события И домыслов страшных, рассказов всяких было очень много Журналист Геннадий Григорьев Записал в те дни в блокнот Этой трагедией живет весь Ивдель Сочинено много предположений и сплетен Но всем их очень жалко И еще запись Где бы ни остановился В столовой, в гостинице, на улице, в магазине Всюду слышно, что народ об этом говорит Вот и сейчас слышу в коридоре громкий голос Кто-то их убил Слухи о трагедии достигли Ленинграда Вот ведь как Ни слова в газетах, по радио, на телевидении А о трагедии узнали за тысячи километров Слух искаженный Погибли ленинградские туристы Действительно, группа студентов Ленинградского университета Ушла в поход по приполярному Уралу И ушла надолго, на месяц Некоторые посчитали, что погибли как раз они Слухи достигли поселка Лермонтов на Ставрополье Там в школе работал Золотарев Александр Кузнецов вспоминает Весной мы узнали, что Золотарев погиб Школа гудела Пошли толки, что кто-то убил студентов Директор Виктор Павлович Запретил вообще все разговоры на эту тему Василий Дроботов добавляет По школе поползли слухи Один нелепее другого Якобы Золотарев повел группу Она сбилась с маршрута Попали на полигон, где проводилось бомбометание И все погибли Вторая версия была такая Он повел группу в горы, они остановились на ночлег в святом для аборигенов месте И эти нелюди туристов и растерзали Вот ведь как Прессе о событиях на перевале не строчки А за тысячи километров от события О нем знают И не просто знают А с подробностями Полигон, бомбометание, святое место В политехе Свердловске Накал слухов нарастал день ото дня Уже вполне уверенно говорили Ребята стали жертвой атомных испытаний Нашлись свидетели, которые видели вспышку Слышали гул, ощутили дыхание ударной волны А уж когда появились сведения о загадочных огненных шарах на ночном небе То слухи переключились на ракеты Это они убили студентов Ирина Багаева вспоминает Слухи о причине гибели студентов поползли Говорили, что они не замерзли Не попали в какой-то природный катаклизм А облучились при испытании чего-то ядерного Рассказывали, что их тела были разбросаны по склону горы Без одежды, чуть ли не голые Но почти не поврежденные Зима ведь была Природный холодильник Поэтому тела и сохранились Только были почерневшими Отсюда возникла версия Студенты погибли от облучения А раз так То отсюда и строжайшая секретность И запрет видеть покойников Кстати говоря Когда на Урале случалась необъяснимая гибель людей То народ чаще всего не думал о мистике Или о природных катаклизмах А верил, что тут с большой вероятностью Замешаны военные Сестра Игоря Дятлова Татьяна О слухах Факт в том Что причастность военных Не подвергалась сомнению Совершенно Вот так Не подвергалась сомнению Совершенно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok